Скорее всего, из-за таблеток. Попался. Бобёр. Доброе утро, всем привет. Сегодня проснулся поздно, солнце уже встало. Всю ночь бегали какие-то крупные животные вокруг палатки. Не давали спать, поэтому плохо выспался. Сегодня планирую поменять тактику ловли. Если рыба не идёт на прикормку к рыбаку, то рыбак должен сам идти к рыбе. Сегодня я сделал двойную порцию прикормки гороха с кукурузой и планирую пойти подальше от лагеря, разведать новые места и точечно закормить максимальное количество тучек. Пока прикормка остывает, я пойду расчищать трупы к новым рыболовным местам. Взял с собой нож и сейчас буду прорезать хода между камышами и ветками. Вот и первая преграда. Бобры уже строили какой-то мостик, им можно воспользоваться немного, им помочь достроить их плотину. Я смогу перебраться на ту сторону. Вернее это не другая сторона реки, это просто такой небольшой заливчик. Не знаю, это они сами выкопали или здесь просто... Да, это просто такой заливчик, там дальше тоже вода. Но так я смогу выйти к тому месту, где я был на острове в прошлом видео. И там мне понравилось, в принципе неплохо клевало. Думаю, место перспективное нужно попробовать. Но для этого нужно как-то туда перебраться. Каждый раз разуваться, по колено в воде переходить не очень хочется. Тем более, если оставить там дальний заброс, то при звонке колокольчика, быстро перебегая эти бревна, опять же можно искупаться. Сейчас займусь поиском бревна, чтобы оно подошло по размеру, потому что ни ножовки, ни топора у меня с собой нет. Поэтому я постараюсь найти бревно уже подготовленное бобрами. Надеюсь, оно будет приблизительно в размере. Думаю, это будет не сложно, потому что поваленных деревьев здесь очень много и откушенных ими тоже. Вот это бревно должно подойти по длине, оно уже сломано. Сейчас попробую его доломать и отнести к месту. Сухой я и не тяжело. Сухой я и не тяжело. Вот, по-моему, неплохо. Оф. Сухой я иное сердце половина. ну вот перебрался можно будет еще принести пару бревнышек уложить их ровненько рядом и будет хороший мостик ой Поехали. Хорошие брёвнышко ещё одно. Что-то мне как-то поплохело, голова кружится. Пойду водички попью. Нога мокрая. Похоже на солнышке перегрелся. Сейчас попью водички, немного поваляюсь, отдохну. И вечером пожарю карасей. Надо подкрепиться. Сейчас закипячу воды в кружке, потому что она быстрее остынет. А позже разведу костёр и кастрюльки для... Доброе утро. Я проснулся. Это очень здорово. Вчера как-то пролежал весь вечер, всю ночь проспал. Сейчас вроде бы неплохо себя чувствую. Скорее всего из-за таблеток. Не из-за того, что они какие-то плохие. Это давление таблетки. Причём очень мощная. Дозировка у них самая большая, какая есть в этом варианте. Это последнее, что мне прописывали. В общем, сегодня я не пью таблетку. И думаю, что всё будет в порядке. Как оказалось, голодание не очень безопасный способ, чтобы привести своё здоровье в порядок и скинуть лишний вес. При таком обмароке можно было упасть на вот такого плана срезанные бобрами ветки. Довольно толстые. Сантиметров 5 это больше. И не слабо травмироваться. Поэтому советую сто раз подумать, прежде чем начать голодание. Тем более в таких условиях, когда рядом нет никого. К тому же организм каждого человека индивидуален. И поэтому стоит, если и пробовать голодание, то под присмотром родственников или врачей. За всё время, которое я здесь нахожусь, я уже высыпал в реку приличное количество прикормки. Каждый день я варю примерно половину вот такого небольшого ведерка, гороха и кукурузы. И подкармливаю рыбу в надежде, что придёт трофейный экземпляр. Но крупной рыбы так и не попалось. Краснопёрку сменила более-менее покрупнее густера. И подошло много карася. Карась неплохой, весь такой, больше ладошки. Попадались такие неплохие экземплярчики в полторы ладошки. И было пару сходов. Ну, вроде как, по ощущениям, что-то потяжелее, чем самый крупный карась, которого я вытягивал. Но явно не сазан. И у меня возникла мысль. Если я столько выкидываю корма, что же с ним всё-таки на дне происходит? Кукуруза с горохом довольно крупного размера. Я специально выбирал такие сорта, чтобы мелкая рыбка не мешала ловить сазану. И есть мысль, что весь этот корм может закисать на дне. Хотя лично у меня были такие моменты, когда были поимки хорошего карпа на кукурузу покупную. В баночках, которая простояла уже несколько суток и уже подкисла откровенно. И на неё, в принципе, неплохо клевало. А к чему же я веду, сейчас объясню. У меня есть вот такой подсак с разборным кольцом с сеткой и отдельно рукоятка. А самое главное, что рукоятка телескопическая, она увеличивается вдвое в своём размере, в длине. Также у меня есть вот такая экшн-камера в герметическом боксе, которую можно погрузить под воду. И если доставить её в точку закорма, посмотреть, что же там происходит на дне, уменьшается ли прикормка, есть там она вообще или закисает. И может быть какую-то рыбку удастся увидеть. Для того, чтобы доставить камеру прямо в точку лова, там где будет находиться поплавок, крючок и груз, я вырезал дополнительно вот такую ветку необычной формы. Она похожа на гарпун для добычи рыбы. Но я её соединю с рукояткой, тем самым удлиню примерно на метр. Почему вот такой рогачик тройной сейчас объясню. Вот так опустится на грунт двумя плоскостями этот рогачик. А камеру я закреплю на вот этом третьем. И я буду всегда понимать, что камера находится в горизонтальном положении, а не вот так или вот так. И примерно постараюсь выбрать правильный ракурс. Несколько раз опущу в тестовом варианте, достану, просмотрю. Тут есть экранчик, хотя и камера старенькая, но уже можно просматривать видео. Подводный бокс имеет положительную плавучесть, да и сама палка тоже. Поэтому сейчас нужно подумать, как её утяжелить. Я думаю два свинцовых груза вот такого размера должны исправить ситуацию со всплытием камеры. С помощью толстой лески я закрепил грузы прямо под рогачиком. И остаток лески буду использовать в качестве маячка с таким поплаком и с топорком для изменения глубины. Я буду видеть, где находится камера, чтобы попытаться заснять поклёвки рыбы. Бокс сухой, можно устанавливать камеру и делать первое тестовое погружение. Примерно прикину под каким углом будет заходить 6 и какой угол камеры я хочу выставить для съемки. Попробую вот так. Начну с небольшой глубины. Да, сначала только нужно камеру включить. Ну вот запись пошла. Итак, начинаем с небольшой глубины, чтобы проверить прозрачность воды и на какой глубине можно будет запечатлеть рыбку. Да, грузики уже помогают. Попробую сначала не вместе лова, чтобы сильно не пугать там рыбу. Здесь рядышком. К сожалению грузы не полностью справляются с плавучестью бокса и палки. Нужно немного прижимать рукой. За рукоятку я привязал кусочек верёвки, чтобы камера случайно не уплыла. Примерно под таким углом должна стоять вся эта конструкция. Но когда я отпускаю, это всё всплывает. Проверю, что у меня получилось. Тестовое видео с подводной видеокамерой показало, что прозрачность воды оставляет желать лучшего. Но, в принципе, какую-то рыбку, я думаю, можно будет увидеть проплывающую. А вот насчёт прикормки, оставшейся на дне, я не уверен. Но всё равно обязательно попробую. Хотя, как выяснилось, аккумулятор на этой камере уже не большой саморазряд. Перед выходом в поход я её, естественно, зарядил полностью. А сейчас обнаружил, что всего одно деление зарядки показывало. Поэтому пришлось тратить драгоценную энергию пауэрбанка. Но, надеюсь, мне хватит заснять какой-то интересный момент подводный. Устанавливаю камеру и уже буду полноценно снимать подводный мир. Надеюсь, с ракурсом я угадаю. Питание включил, теперь съёмка. Всё, видео пошло. Начинаем погружение. Поплывочек. Так. Где-то так. Продолжает всплывать. Я пытаюсь придавить с помощью такого обратного рогачика, чтобы конструкция не всплывала. Но здесь высоко уложить жены, сделавая цепь. стараюсь забросить прямо перед камерой кто-то клюет давай давай клюй тебя скрывает скрытая камера снова мимо ух ты ух ты ух ты думаю рыбка там есть по идее должна попасть в кадр неплохо было бы поймать прямо чтобы видно было в подводную камеру ух ты маленькая густерочка съела всего червяка поплавок немного тащила хорошо клевала я прозевал и и и и и и и и пока не знаю как получится это видеосъемка под водой но в принципе это затея мне очень нравится и в перспективе я буду стараться всегда брать с собой эту камеру и снимать на водоемах с более прозрачной водой и придумаю какую-то приспособу правильную штангу потому что этот держак от подсака он же полый и пока не наберется водой тоже всплывает но в общем не не очень удобно нужно помыслить как именно сделать все это по уму чтобы все работало отлично что у кого есть какие мысли подсказывайте в комментариях что-то пока ничего не клюет я сделал пару шариков из сыпучей прикормки и сейчас попытаюсь бросить точно перед камерой надеюсь мне это удастся это должно привлечь много мелкой рыбки хотя бы что-то запечатлеть но будем уже видеть при просмотре я отходил чтобы не сильно пугать рыбу смотрю что поплавок куда-то уплыл червяк на месте попробую еще раз сейчас я уже второй раз установил подводную камеру подзарядил ее просмотрел материал видел рыбку всякую маленькую разную но просматривал быстро возможно что-то упустил уже дома буду подробно все это рассматривать и сейчас подрегулировал поплавок теперь четко вижу где камера уже подсыпал туда гороха с кукурузой и сейчас кину три шарика прикормки сыпучий посмотрим да еще немного изменил ракурс камеры надеюсь сейчас будет видно дно и как работает прикормка на дне подбрасывая конечно будет весело если клюнет крупный сазан а подсака то у меня нет только одно кольцо от него ну вот окунёк съел такого червячка поклевка хорошая снова густерка ну где же сазан ну надеюсь все просмотрели на перочка чего не сазанчик чего-то не сазанчик сажу побольше размером за горошину на сазанчик клюет но не ловится заброшу такой приличный кусочек чтобы лучше было видно в камеру заодно посмотрим какая рыбка на него позарится что вкусно выглядит вырастешь, будешь такой, как твои старшие. Вот еще один день подходит к своему завершению. Сегодня целый день в основном снимал на подводную камеру, ловил рыбку на поплавок, все так же одна мелочь и собственно завтра последний шанс утренняя зорька на поимку сазана. Еще немного порыбачу пока комары не начали свирепствовать, солнце уже просадиться и пойду в палатку просматривать видео с подводной камеры, может быть все-таки там промелькнет какой-нибудь большой создание хвост. Мелкая рыбешка плещется, продолжает клевать со страшной силой, солнце уже село, стало прохладно, так что я отправляюсь в палатку, прощаюсь с вами до завтрашнего утра, всем пока. Пополся, бобер. Залез в ведро что ли? Точно. Че сюда полез? А? Бобрина. Давай дуй отсюда, еще раз залезешь, не выпущу, спать уже буду. Давай дуй. Дуй отсюда. Как он сюда запрыгивает? Вроде все было закрыто. Поплотнее закрою. Туда-сюда залезет. Не выпустишь, всю ночь будет там тарабанить, спать не давать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Казахстан Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан Добро пожаловать в Казахстан Добро пожаловать в Казахстан Добро пожаловать в Казахстан Добро пожаловать в Казахстан